Чао, сеньоры и сеньори! В конце 19 века женщинам было запрещено ходить по магазинам. В середине викторианской эпохи роль женщины в общественной жизни была ограничена. Их обязанности ограничивались домашним хозяйством, превращением муки в хлеб, ткань в одежду, пустых домов в любящие места, куда могли вернуться их мужья. В общем, их роль ограничилась тем, что они создавали домашний уют и семейную идиллию. Мужчины доминировали в растущих городских центрах, где они работали, обсуждали политику, бизнес, деньги, историю. В общем, все то, о чем женщины не должны были даже думать. У многих женщин из высшего и среднего класса были свои слуги или продавцы от двери до двери, которые приносили необходимые им товары и продукты прямо к ним домой. Женщины без сопровождения мужчины на городских улицах были табу. Женщине из высшего сословия не разрешалось выходить из дому самой. Женщинам даже не разрешалось делать самостоятельные покупки. Более того, представьте себе, даже общественные туалеты в то время были только для мужчин. Но все это изменилось с индустриализацией, то есть благодаря фабрикам и заводам потребительские товары стали выпускаться все быстрее и быстрее. Одежда, мебель, столовые приборы и все то прочее, что может понадобиться в доме. И продавцы, бизнесмены знали, что спрос соответствует предложению, поэтому они решили создать место, где для женщин было бы социально приемлемо ходить по магазинам и, что более важно, самостоятельно проводить время вне дома. Женщины викторианской эпохи наконец почувствовали себя свободными выходить на публику в одиночестве, туда, где их потребности были бы удовлетворены. Первые универмаги были местом, где можно было почувствовать себя непринужденно, общаться, расслабляться и наслаждаться современными удобствами, которые долгое время были зарезервированы только для мужчин. Чтобы создать более гостеприимную обстановку, в этих торговых центрах почти полностью работали только женщины. Еще было решено создать в универмагах столовые для женщин, детские комнаты, салоны красоты и даже, наконец-то, женские туалеты. Да и сами торговые центры были далеко не маленькими. Они занимали, как правило, целый городской квартал. В 1893 году универмаг Маршал Филд в Чикаго насчитывал сотню различных отделов. У него было 23 лифта и 3000 сотрудников. И по мере того, как развивался опыт покупок, то менялись им социальные нормы. Женщины без сопровождения мужчин на городских улицах стали обычным явлением. Таким образом, движение женских ног стало определять стоимость коммерческой недвижимости. Чем больше женщин посещало торговые центры, тем выше поднималась аренда. И тем более разнообразные товары предлагались. Бизнес начал делать все для того, чтобы как можно больше времени женщины проводили в универмагах. Поэтому отчасти бизнес повлиял на смягчение строгой морали викторианской эпохи в отношении женщин. Ари Ведарчи!